всем добрый день сегодня в работу приехал ротор газодувки гтт 3м красивенькая весом 5 тонн длина ее порядка 3 метров значит задача была такая нам на вот этой вот ступени надо было нам поменять лопатки говорится перелопачивание сделать мы сделали перелопачивание поставили на станок сейчас будем ее балансировать вернее уже начали балансировать интересным способом вот у нас грузики цепляются в паз т-образный особенность этих пазов в том что в том что паз не имеет лючка для завода груза то есть сам грузик если пройтись полностью у нас нет места куда его вставить лючка грузик с двух половинок делается вставляется и потом гужуница вот особенности конечно этой газовой установки очень интересная сама эта установка очень интересная она используется в разных отрастях промышленности но в частности та которая к нам катала она работала и будет работать после ремонта в химической промышленности у нас она наполовину компрессор наполовину турбина вот эта часть компрессорная сюда подается воздух горячая часть которая выхлопные газы как которую крутят в этой части стоит непосредственно камера сгорания вот подается воздух через лопатки с избыточным давлением поджигается и выхлопные газы дальше крутят эту турбину разгоняя ее выше 3000 оборотов в общем у нас получается слева холодная часть компрессор она у нас получается атмосферный воздух сжимает своими ступенями тут их 1 2 3 4 5 6 7 штук 17 ступеней и каждая ступень сжимает воздух до какого-то давления и вот между компрессорной частью и турбинной частью у нас стоит камера сгорания в эту камеру сгорания подается газ и соответственно для того чтобы ее запустить мы сначала разгоняем ротор турбины для того чтобы в камере сгорания появилось какое-то избыточное давление потом в это избыточное давление воздуха мы добавляем газ и поджигаем соответственно у нас появляется процесс такой с левой стороны каждый раз приходит новый воздух а в камеру сгорания получается поступает газ и этот воздух они расширяясь и увеличивая свою температуру движутся на турбину по спрямляющему аппарату по ступеням турбины уже здесь получается 7 ступеней турбины она соответственно начинает вырабатывать энергию избыточную которую можно использовать для производства электроэнергии или для каких-то других ну что насос какой-то крутить компрессор в зависимости от ее габаритов и мощности то есть получается для того чтобы ее запустить нужен внешний источник энергии который растут раскрутит ротор турбины для пуска он начинает сжимать воздух появляется избыточное давление воздуха в камере сгорания мы туда подпитываем газ поджигаем эту газовоздушную смесь и это газовоздушная смесь начинает отрабатывать на турбине и мощный количеством газа регулировать обороты турбины и и производительность то есть это грубо говоря такой аналог двигателя внутреннего сгорания на автомобиле есть еще дополнительно интересная информация которую можно послушать от нашего многоуважаемых коллеги вот получается вот это это масляный насос который обеспечивает давление для смазки и для работы системы регулирования который управляет скоростью вращения турбины и вот это устройство это боёк автоматобезопасность вот этой гайкой регулируется натяжка пружины это пружина здесь внутри она держит этот палец получать под действием центробежной силы этот палец выдвигается наружу сюда а здесь его ждет флажок автоматобезопасности и соответственно когда обороты турбины становятся выше номинальных он срабатывает по бойку ударяет и закрывается система гидравлики который управляет подачей топлива в нашем случае газа на турбину почему такая интересная работа у нас она у нас не первая не последняя так что он до новых видео за пять лет Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...